Так, раз-раз всем привет, всех рад видеть. Зовут меня Лофтеров Вячеслав. Я тогда камеру выключу, чтобы не занимать полезное место. Так вот вам помашу. Всем привет. Так, значит, если вам понравится все, что я рассказываю, и захотите у нас учиться, то проще всего это сделать через сайт. Давайте я покажу, как пользоваться сайтом. Значит, специалист.ру. Вот я, Лофтеров Вячеслав. Если хотите узнать обо мне, что тут на сайте написано, то проще зайти в раздел о центре, преподаватели. Центр у нас большой, популярный, сайт под высокой нагрузкой. Явно без девопсов здесь не обойтись. Значит, вот я, Лофтеров Вячеслав Александрович, можно здесь почитать обо мне, чем я занимаюсь. Отзывы. Отзывы реальные, кстати, тут у нас все строго. Основное место моей работы – это МВТУ имени Баумана. Тоже я сайт открыл. Скоро будет приемная комиссия. И если у вас есть какие-то знакомые дети, племянники, думают, куда поступить, то очень рекомендую свою «Альма-Матер», потому что сам закончил в 97-м году. И вот теперь работаем высокооплачиваемым инженером. Так, значит, доход хороший, но работа интересная. Да, доход хороший, но зато работа интересная. Тема сегодняшнего вебинара. Значит, у нас будет секция вопросов и ответов. Сейчас, я еще раз говорю, у меня есть некий такой корыстный интерес собрать вас вместе. И он заключается в том, что, я еще раз повторю, работа очень интересная. И зверски не хватает людей. Не хватает инженеров, не хватает. Поэтому, если вы решили стать девопсом, вы правильно сделали. Девопсы нужны всем. Всем нужны. Их просто нет. Значит, но нужны не просто девопсы, а девопсы, которые, ну, настоящие инженеры. А как стать настоящим инженером? Ну, давайте немножко еще про сайт. Значит, если я вас все-таки сумею убедить, что надо стать девопсом, то проще продолжить. На сайте, значит, надо найти каталог курсов. И у нас есть прямо разделы девопс, соответственно. Вот здесь сама тема девопс делится на две большие части. Первая часть – это инженерная часть, про которую, собственно, я буду рассказывать. Вторая – это девопс-руководитель. Руководителей толковых не хватает так же, как и инженеров. Просто ужас. Какой? Поэтому, значит, вы можете в нашей дипломной программе, проходя вот это вот дерево курсов, да, в конце концов даже определиться, что вам более интересно. Но еще раз я отвечаю за инженерную часть. Поэтому, если вы будете у меня учиться, то мы, может быть, с вами встретимся вот на курсе обеспечения безопасности, отказоустойчивой кластерной системы. Ну и, разумеется, уже курсы девопс, такие как инфраструктура, как код, и девопс уровень 2. Почему же я вас здесь собрал? Дело в том, что направление очень популярное, инженеров очень не хватает. И, соответственно, многие хотят научиться. И я вас собрал здесь, чтобы рассказать вам, как же надо учиться, как надо учиться, чтобы стать квалифицированным девопс-инженером. Ну, во-первых, хочу развеять какая-то странная такая есть тоже, значит, ситуация, что менеджеры говорят, вот новая профессия, вот вы ничего не знаете, остановитесь к девопсам. Девопс очень популярно, очень нужно и так далее. Вот идите в девопсы. И иногда ко мне прямо вот на этот курс, вот на этот вот курс, приходят люди, которые решили стать девопсом. И я очень рад. Люди, которые решили стать и пришли на курсы, я всегда очень рад людям. Вот. Но надо понимать самое главное, что девопс – это вершина сисадмина. Вот сейчас, можно сказать, слово сисадмин стало не таким популярным. Это раньше, я помню, в конце 90-х или в начале нулевых, сисадмин такой бородатый, небритый, толстый мужик, который понимал, что там в Linux или во FreeBSD, вот был таким, значит, типа богом и так далее. Сейчас это слово как-то не очень так маркетинг на слуху. Но как девопс практикующий, могу вам сказать, что девопс – это вершина сисадминства. Это мало знать Linux, мало уметь настраивать сервисы, мало уметь разворачивать программы. Надо еще это заавтоматизировать. Когда ты это что-то автоматизируешь, то ты должен уже… Вот, видите, мне говорят, сисадмин – это не кейщик. Видите, моя профессия скатилась. Ну, вопрос не в терминологии, да, значит, кто такой сисадмин и кто такой не кейщик, это можно дискутировать бесконечно. Я еще раз скажу, что девопс – это инженер, вот не будем сисадмин использовать, инженер, который не просто хорошо знает Linux, не только умеет там устанавливать, разворачивать сервисы, настраивать файлы конфигурации, у него там есть любимый текстовый редактор, он там знает, как работает HTTP, как работает там SSL, TLS, и так далее, как работают IP-сети, и все это он знает. И еще он умеет автоматизировать все, что он знает. Поэтому, если мне нравится слово «сисадмин», бог с ним, значит, это высококвалифицированный инженер-специалист по Linux. Значит, про безопасников скажу сразу, без обид для безопасников. Колоссальная нехватка инженеров. Людей, которые что-то умеют делать – колоссальная нехватка. Если вы решили стать профессиональным инженером DevOps, вы на правильном пути. Значит, их настолько не хватает, что если человек что-то умеет делать, ему тут же находится работа, и он делает, разворачивает, деплоит, автоматизирует, помогает, консультирует, учит и так далее. Значит, на безопасников просто не хватает инженеров. Поэтому у нас в институте, можно сказать, безопасниками работают те, кто как-то не очень пошли как инженеры. Значит, на самом деле так быть не должно. Безопасник, настоящий безопасник – это крутой инженер в квадрате. Значит, он не только умеет разворачивать, деплоить, анализировать, ставить и так далее, он еще умеет смотреть наперед, понимать, какие нюансы. Значит, не просто настроить, а настроить качественно, безопасно. А у нас не хватает инженеров, которые хоть как бы могли настроить. Поэтому по-хорошему безопасник – это еще круче. Но если вы станете очень крутыми, вам точно не удастся заниматься безопасностью. Потому что безопасность – это штука, которая важна, но она как-то там в перспективе важна. А вот сейчас, вот сейчас оно должно работать, оно должно разворачиваться, оно должно не падать и так далее. Поэтому если вы в этом подсекаете, вы будете заниматься этим за большие деньги, а не писать инструкции по безопасности. В этом я вас уверяю. Так что если вы хотите стать безопасниками, то два пути. Либо как-то будете заниматься безопасностью, либо будете сверхкрутым и заниматься безопасностью. Но я таких случаев не знаю, честно говоря. Так, значит, для чего я вас собрал? Значит, как учиться, да? Как учиться? Как я учу? Значит, я учу, использую свое методическое пособие. И когда ко мне приходят на курсы люди, я говорю, давайте откроем вот такую вот страничку, Vicky Valby M.S.Tour. И, соответственно, на этой страничке переходим в раздел курсы и, значит, материалы по методике чтения курсов. И открываем план лабораторных работ к любому курсу, который я веду. Еще раз, я веду все курсы Linux. Ну, в основном старшие курсы Linux. И дальше три дня мы изучаем какой-нибудь курс, какое-нибудь направление. Ну, например, DevOps, основные инструменты. Мы знакомимся, давайте прямо пальцы загибать. С чем мы знакомимся? Мы знакомимся с Git, с GitLab, с Jenkins, с Git. Знакомимся с Ansible, мы знакомимся с Vagrant. Слово «знакомился» подразумевает, что мы смотрим практические варианты использования технологий на полезных каких-то задачах и примерах. Не просто говорим, а Ansible – это система управления, которую вы можете использовать. Покажи, что она делает. Сделай лабораторный работ. Докер здесь же изучается. Представляете, за три дня мы изучаем тут. И даже в конце концов дается Kubernetes. Дается Kubernetes. Самое начало для того, чтобы заманить вас на второй курс по DevOps, там, где идет, собственно, уже полностью Kubernetes, Kubernetes от края до края и сопутствующие программы. 24 часа – неплохо, да? Можно ли изучить это за 24 часа? Ну, конечно, платите деньги, изучаете, никакой проблемы в этом нету, да? Значит, ну, такой сарказм, да? Можно ли стать DevOps за 24 часа? Не можно. А можно стать за полгода? Тоже не можно. За сколько можно? Можно, непрерывно обучаясь. Вот я непрерывно сам обучаюсь, сам. Вот я уже за полтинник мне лет, я 30 лет учусь, ну, наверное, уже больше. И это нюанс моей профессии, особенность моей профессии. И, собственно, причина дохода хорошего. Ну, я там не сверх, у меня высокий доход, но у меня высокий доход для работы своей. То есть у меня очень интересная работа. Она имеет там график, который меня устраивает, она имеет условия, которые меня устраивают. И она поэтому очень даже высокооплачиваемая по сравнению как бы с другими. Я нисколько не думаю, что работа там повара у дворника или там, не дай бог, учителя в школе должна меньше оплачиваться. Но так получается странно. Странно, да? Странно. Вот за эти вот игры платят больше, чем по рынку. В среднем, да, там таксистам и прочим. Вот. И это факт, который, ну, надо использовать. Значит, надо становиться девопсом. А как стать девопсом, когда за 24 часа мы изучаем кучу технологий, даже несмотря на то, что это практически полезный пример. Ответ. Постоянно учась. Вопрос. А как постоянно учиться? Ну, во-первых, нужна мотивация для того, чтобы постоянно учиться. Значит, главная мотивация, и я думаю, это абсолютно правильно, это, конечно, доход. Но надо понимать, что фразы типа программистом работают не те, кто хотят зарабатывать, да, много, а те, кто не могут не программировать. Да, вот есть люди, которые не могут не программировать. Они вот просто в этом мире живут, да, им это интересно. Это самые крутые программисты. Вот инженер, ну, пусть не будет сисадмин, девопс, это человек, который не может не быть девопсом, да. Человек, которому просто интересно, как там этот Дженкинс устроен. Просто интересно, почему Ansible такой популярный. Просто интересно, что за докер такой взялся. Почему про него говорят. Значит, не просто там, я узнаю докера и пойду попрошу себе 50 рублей сверху, да. А именно, что это такое. Это даже на собеседованиях очень хорошо видно. Приходит человек и говорит, ну, я, да, вот инженер там с курсу, да. Или приходит инженер, говорит, да вот хочу, интересно же. Это же вообще там вот и так, и эдак. И, в принципе, этот фактор надо в себе буквально развивать. Значит, я могу сказать, что если вам интересно, например, компьютерные игры, как-то в последнее время я опрос провожу, напишите в чат плюсик, кто любит играть в компьютерные игры. Есть такие или нет, которые что-то от жизни отстают. Я-то помню времена, когда компьютерные игры, это было просто... Я помню времена, когда не было компьютерных игр. И, значит, мы играли в хоккей, футбол. Все, о чем сегодня говорят. Ну, а, да, играть в хоккей. Или это самое, или футбол, да. Вот, Ольга. Попробуйте полюбить играть в компьютерные игры, потому что любовь к компьютерным играм можно запросто сублимировать в любовь к технологиям. Вот, значит, если не любите компьютерные игры, значит, вам придется что-то еще тогда искать. И играть в эти игры. Играть в эти игры. И вот вопрос, как играть в эти игры, я для этого вас, собственно, и собрал. Значит, вы пришли на курс, заплатили какое-то количество денег, 24 часа преподаватель вам рассказывал, делал запись, вы что-то делали, что-то получалось, где-то преподаватель помогал. Курс закончился, что дальше? Что дальше? Вот основные игры. Вот, мне нравится в чате. Основная игра вот какая. Вы приходите домой и вечером, вместо того, чтобы смотреть сериал, садитесь за свой собственный компьютер. Вот мне выделили свой собственный компьютер. Значит, открываете методичку на этом своем собственном компьютере и находите ссылку «Развертывание стенда дома». Развертывание стенда дома. То есть у вас есть запись курса, вы отучились, помните, что преподаватель рассказывал, но, разумеется, 24 часа очень мало. Поэтому вы приходите, выбираете вот эту вот ссылку, «Развертывание стенда дома» и устанавливаете первый компонент игры. Да, абсолютно верно. Это VirtualBox. Соответственно, я это прямо и буду показывать. Вот заходите на сайт, если он у вас еще не установлен, этот VirtualBox, скачиваете его под свою операционную систему. Ну, вот у меня здесь Windows, поэтому вот я могу запустить процесс скачивания. Вот он скачивается достаточно быстро. Вот. И дальше устанавливаете его. Значит, цель – просто показать вам, как играть в эти игры. Потому что стать DevOps за 24 часа нельзя. Это все понимают. Но можно получить, можно получить, ну, как хотите назвать, мотивацию, пинок. Там преподаватель может зажечь вас. Слово пинок, кстати, не обидно. Пара людей мне прямо так и говорили. Вячеслав, спасибо вам. Вы тогда мне, можно сказать, дали пинок в профессии. Прямо дословно. Вот. Соответственно, теперь я там высокооплачиваемый специалист. И, соответственно, вот у нас VirtualBox установлен. Значит, что еще понадобится? Также надо будет поставить к этому VirtualBox Extension Pack. Можно почитать, что это такое. Я скажу, что эта штука, как минимум, поможет переиспользовать клавиатуру для копирования и вставки. Ну, правда, только для Windows виртуальных машин. Вот, соответственно, соответственно, он у меня уже был установлен. Так, Игорь с биткоином. На самом деле, здесь важно понимать, что по словам игры я подразумевал не азартные игры. Да, не азартные игры. А игры, именно игры такие. Вот что такое компьютерная игра? Это некий виртуальный мир. Интересно. Ты там собираешь армию, изучаешь приемы какие-то и прочее. Ну, в общем, про такие игры, да. Значит, Moby Xterm. Ну, давайте про Moby Xterm потом расскажу, если напомните. Что мы делаем с вами дальше? Дальше мы, уже установив VirtualBox, можем открыть, например, мои статьи. Вот из последних статей на Хабре. Вот, например, статья по безопасности. Курсу по безопасности. Кто про безопасность спрашивал? Вот, почитайте. И не просто почитайте, а сделайте ее. Потому что она начинается именно с того, что возьмите виртуальную машину, образ виртуальной машины и так далее. Вот, значит, по поводу, да, ничего не получается, да. Пока буду дальше устанавливать. Значит, вот еще. А, кстати, к DevOps. Вот хорошая статья на Хабре. Достаточно одной виртуальной машины, чтобы развернуть вот такой вот интересный пример. Значит, здесь мнения хабровчан разделились. Некоторые обиделись за то, что я попытался сказать, что DevOps – это не так уж и сложно, и что можно подводящие упражнения делать и так далее. Хабровчане, они же уже DevOps опытные. Они боятся, что вы придете и подвинете их на их зарплатах. Поэтому они начали говорить. Но вот прямо не хватает то-то-то. Раньше что такое, да, почитать. Ну, это, кстати, хороший комментарий, да. Вот. Ну, ладно. Так вот. Но! Но! Вы-то были на курсе, где была какая-то сложная схема стенды и так далее. Значит, и чтобы воспроизвести лабораторные курсы, вам понадобится эту схему воспроизвести. А на курсе было что-то вот такое. Была прямо вот локальная сеть. Прямо вот рассказываю, что было на курсе. Была локальная сеть. Так, сейчас, секунду. Прямо преподаватель говорил. Значит, вот у нас локальная сеть. Вот у нее вот такая вот адресация. Локальная сеть. 192.168.0. Разделить на 24. Значит, в этой локальной сети имеется шлюз. Прямо вот смотрите запись и вспоминайте, что там за эти 24 часа преподаватель рассказывал. Вот этот шлюз называется гейт. Значит, этот гейт подключен к сети интернет. Вот и прям рисую сеть интернет. Вот она, наша сеть интернет. Значит, у нее вот адресация, рассказывал преподаватель, вот такая вот. 172. Не рассказывал, а вы смотрите запись, да? Вспоминаете, как это было. Решили еще раз пройти материал. Я могу сказать, что если материал интересный, то проходить его, как правило, интересно. А я стараюсь со всех сил делать материал интересным. Так что, надеюсь, это будет так. Вот такая сеть. Значит, наш шлюз подключен к этой сети, рассказывает преподаватель. Вот, значит, вот она, да? Значит, в этой сети, значит, наш шлюз имеет IP-адрес. Там, точка. Я вот буду 15-й номер использовать. Скоро расскажу, почему 15-й, да? Не X, а 15-й буду использовать. X – это номер стенда. Кто у меня учился, тот знает. Значит, здесь вот 15-й номер. 15-й, 15-й. Скажу, почему 15-й. 15-й, да. Так, значит, сеть провайдера, шлюз провайдера. Говорит, вот тут у нас есть шлюз провайдера. Вот рисует преподаватель. Вот у него адрес 254-й. И, значит, ну и сразу нарисую. И еще в этой сети имеется машина. Я ее часто называю на курсах сервер. И она на разных курсах разные задачи выполняет. Ну, например, на курсе DevOps она работает GitLab. GitLab работает вот машина сервер. И вот такая схема на курсах. И вы, собственно, с этих курсов только что пришли. Если преподаватель там старался, вас зажег и так далее, то вам интересно все это еще раз попробовать. Еще раз попробовать. Да, коллеги, будет запись, будет выложена запись. Все ссылки будут в записи. И будет секция вопросов и ответов. Я постараюсь просмотреть ваш чат, поотвечать на вопросы. Так что будет. Вот такие вот IP-адреса у этих машин. Хорошо. Это все было на курсе. А вы-то теперь дома. И у вас дома компьютер. И у вас дома компьютер. Соответственно, я этот компьютер рисую. Вот он ваш компьютер. Вот он ваш компьютер. Вот он ваш компьютер. И все, что было на курсе, мы с вами сейчас должны будем в этом компьютере собрать. Ну, давайте, что мы еще добавим к вашему компьютеру домашнему. Значит, у вашего домашнего компьютера есть сетевая карта. Где-то у вас дома есть Wi-Fi роутер. Ну, прямо рассказываю, как вот у меня. Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер. Допустим, да, ноутбук. Wi-Fi роутер. Имеется сеть какая-то Wi-Fi. Дайте угадаю, какая нумерация сети. Сейчас вот напишу. Нумерация сети, наверное, вот такая будет. Вот такая вот будет. Нумерация будет 192, 168. Угадал? Напишите плюсик. У кого такая? 1.0 разделить на 24. Вот такая вот сеть. Так, и ваш ноутбук или что там у вас, стационарный компьютер, получает по протоколу DHCP какой-то вот IP-адрес. Вопрос, как эту схему стенды с курсов воспроизвести у себя дома, чтобы дальше можно было все лабораторные работы выполнять заново, повторять, изучать, пробовать, ошибаться, исправлять и становиться профессионалом. Значит, для этого мы с вами уже установили VirtualBox. Вот он у нас есть. Соответственно, теперь вы делаете следующее. Вот посмотрите на схему, да? Здесь на схеме нарисован компьютер, который называется Gate ESP-YUM. Он был на курсе, преподаватель про него рассказывал. Преподаватель говорил, что я за вас его там настроил, он там есть, вы ни о чем не волнуйтесь. Вот теперь, собственно, вы можете, вы можете, собственно, да, видите, у кого-то даже сложное оборудование дома. Не то, что у вашего препода, да? У меня самый простецкий Wi-Fi роутер. Самый простецкий ноутбук, правда, новенький? Так, 16 гигабайт памяти достаточно для любого курса практически. Так что 16 гиг. Если меньше, то придется уже ужиматься. Ужиматься, но тоже можно. Так вот, что мы делаем дальше? Дальше мы берем и смотрим в эту методичку, и скачиваем шлюз провайдера. Вот у нас ссылка. Вот он, шлюз провайдера, уже заранее мною настроенный. Ну и немножко я расскажу, что он из себя представляет. Вот, я не буду его сейчас скачать, потому что скачаться он будет долго. Я показываю, что мы его уже скачали по той ссылке, которую только что увидели. И достаточно просто двойным кликом в него щелкнуть, чтобы прошел процесс импорта. Импорта вот этой вот первой виртуальной машины. И она у нас сейчас импортируется. Пока она импортируется, я расскажу, что как инженер по сетям. Помните, DevOps должен быть инженером во всем. Я подумал, что если ребята захотят дома воспроизводить стенд, то надо сделать так, чтобы сеть в курсе не менялась и была как-то при этом связана с сетью, которая у них дома. Поэтому я сделал образ машины виртуальной, которая имеет два сетевых интерфейса. Значит, один сетевой интерфейс будет подключен буквально в вашу домашнюю сеть. Вот она сейчас импортируется, а я рассказываю, зачем. И эта машина тоже под DHCP будет получать IP-адрес. А второй интерфейс у нее будет... Да, да, я очень рад. Будет играть роль уже интернета в курсе. Самое интересное, и это круто, если вы поймете, что можно даже не делать две сети. На самом деле это будет одна и та же сеть. Физически это будет одна и та же сеть. Но логически это будут две разные IP-сети. Первая черная сеть – это ваша домашняя сеть. А красная – это интернет на курсе. Значит, сеть 172.16.1 – это One Wide Area Network. Соответственно, она будет играть роль, как будто бы это интернет. Ну и если вы уж очень круто во всем разбираетесь, то можете догадаться, что в этой машине реализован так называемый NAT. NAT. Значит, транслируются пакеты в IP-адреса вашего Wi-Fi роутера. На пути, на пути из локальной сети вашего предприятия, вымышленного на курсе, да, или глобальной сети и так далее. Ну и пока я вас отвлекал, скорее всего, эта машина импортировалась. И вот теперь, наверное, будет понятно, а если не понятно, несколько раз посмотрите. Значит, нам требуется два адаптера, и оба эти адаптеры будут подключены мостом к физической сети. Скорее всего, к вашему Wi-Fi адаптеру. То есть выбираете. Нет, сегодня, как сегодня без NAT, да, согласен, да. Тут NAT с NAT, NAT погоняет. Ну, еще раз, моя цель, чтобы вы могли, найдя эту запись, дома воспроизвести любой курс, позаниматься, если вам понравится материал, хорошенько позаниматься, и в этой технологии разобраться, и на собеседовании уже говорить, что да, мне это нравится, я это люблю, я это уже разворачивал, и дома разворачивал, в том числе и на курсах, и с удовольствием у вас разверну, если вы меня возьмете. Так что берите меня скорее. Кстати, такой вот, я как собеседующий людей, еще раз, очень редко встречаю людей-энтузиастов, да, которые говорят, мне это интересно. Да, я не знаю, не работал с Женкинсом никогда. Вообще, мне это интересно, заавтоматизировать что-нибудь, это же прикольно. Вот, такого качества людей не хватает очень. Так, поэтому мы включили эту машину. Так, ну и можно, в принципе, ее даже запустить. Вот, шлюз провайдера запущен, он настроен мною. Значит, внутри логин и пароль, запишите, какой логин и пароль, да, логин, значит, тоже вдруг понадобится root, пароль вот такой вот, паспорт. Ну, кто на курсах учился, тот, я для людей подозрительных, да, мало ли, что я в этот образ напихал, да, можно его посмотреть, к нему подключиться и так далее. Так, хорошо, ладно, дальше, дальше разворачиваем. Вот мы с вами видим большую линейку курсов, большую линейку курсов, вот она, да, видите, я обвожу вот этот вот курс, этот курс, оба курса девопса, все базируются на одной и той же схеме стенда. Поэтому, если вы такую схему соберете, то вы сможете пройти практически любой курс. Поэтому я импортирую следующие машины. Значит, ну, можно импортировать по-разному, можно найти в проводнике образ, а можно, соответственно, да, сами машины, посмотрите, вот они образы. Значит, я использую на курсах либо Debian, либо Ubuntu, вот, ну и в записи, в принципе, хорошо видно, какой версии там Debian. Вот, я в последнее время использую свежий Debian 12, поэтому вот скачал вот этот вот образ 12, и он есть в каталоге загрузки, загрузки, да, вот нахожу в каталоге загрузки образ Debian 12, открываю его, импортирую, вот, и даю название. Пускай эта машина будет называться Gate, корпорация. И вот почему 15? Дело в том, что мой шлюз настроен на 15 номер стенда. Меняю оборудование очень редко, ну, ладно, вопросы буду отвечать отдельно, поэтому. Значит, и запускаем, запускаем, запускаем процесс импорта. Процесс импорта пошел. Значит, пока у нас идет процесс импорта, давайте посмотрим вот на эту вот сеть, посмотрите. Значит, если красная и черная сеть – это фактически сети, которые подключены к вашему адаптеру и позволят стенду выходить в интернет через ваш Wi-Fi роутер, то зеленая сеть – это локальная сеть предприятия, и в этой локальной сети должны быть, собственно, те виртуальные машины, которые здесь разворачиваются. Ну, во-первых, это шлюз предприятия, во-вторых, это машина, вокруг которой строится курс, то есть это какой-то сервер. Дальше может быть много машин рабочих станций, сейчас их не будем добавлять, они повествования как бы не составляют в данном случае, но я просто напишу, что может быть много клиентских рабочих станций, клиент, да, клиент, там N, и таких машин может быть много, они, кстати, получают IP-адреса по протоколу DHCP. Получается, что нужна некая сеть локальная, но также будет очень удобно, если к этой сети можно подключиться и, собственно, с вашей машиной. Ваша машина – это вот эта вот машина, на которой вы сидите, ноутбук, там Wi-Fi роутер и так далее. Вот здесь вот интерфейс. Соответственно, возникает вопрос, как эту сеть организовать. И эта сеть организуется, тоже методический такой хак, прием, да, хитрость, организуется следующим образом. Значит, здесь в VirtualBox уже имеются, в VirtualBox уже имеются сети, 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 в VirtualBox, вот сеть. И VirtualBox создал сеть, которая также и к ней имеет доступ ваша машина. Вот посмотрите, у вас до установки VirtualBox был один адаптер, ну, здесь Realtek, PCIe какой-то такой. А после установки VirtualBox появился еще один адаптер. Значит, настраивать его удобнее через VirtualBox. И что мы с вами вспоминаем? Что эта локальная сеть имеет другую адресацию. Она имеет адресацию 192.168.15. Да, но еще и IP-адрес. Вот у нас первый IP-адрес принадлежит виртуальной машине Gate. А какой же IP-адрес присвоить вашей железной рабочей станции? Ну, я решил присвоить IP-адрес 29. То есть, 29-й IP-адрес в локальной сети будет у вас присвоен вот этой вот новенькой железной, новенькой не железной, да, виртуальной, но почти настоящей сетевой карте. Поэтому здесь я пишу 29-й адрес. Так, и все почти хорошо. Еще один нюанс остался. DHCP, как правило, у нас настроен вот здесь вот, DHCP-сервер на шлюзе. И нам не нужен DHCP-сервер VirtualBox. Поэтому мы берем и DHCP-сервер VirtualBox, отключаем. Отключаем. Вот у нас получается вот такая вот сеть. Ну и за это время у нас импортировался шлюз. Соответственно, мы его включаем. Смотрим в методическое пособие, как включить этот шлюз. Значит, адаптер 1. Это виртуальный адаптер хоста. Вот та самая сетевая карточка, которая у нас появилась после установки VirtualBox. Вот она благодаря настройке теперь получила IP-адрес. Можно даже проверить, какой это IP-адрес получила. Давайте посмотрим. Вот видите, 15-29. Все как заказывали, да. Вот, и, собственно, я нашу виртуальную машину гейт, вот этот вот гейт, беру и подключаю, подключаю, как в методичке, как в руководстве написано. Значит, сетевой адаптер подключен к виртуальный адаптер хоста. А адаптер 2 подключаю мостом к Wi-Fi-адаптеру, к которому же подключен интернет-сервис-провайдер-шлюз. И, собственно, получается вот две карточки. Вот это вот адаптер 1. Адаптер 1. Адаптер 1. А это адаптер 2. Адаптер 2. Так. Кстати, уж если так подписать, то в Linux это будет Ethernet 0, а это будет Ethernet 1. Ethernet 1. Ну, собственно, так, как в методичке и написано. Вот здесь вот все расписано. Какие адаптеры, как называются и так далее. Хорошо. Давайте быстрее настрою. Вот и проверяю. Так. И запускаю. Запускаю. Я буду отвечать на вопросы отдельно. Вот сейчас вот вижу плывающие вопросы. Что лучше настроить? Настраивать лучше все. Значит, в разных курсах изучается. Где-то Nginx, где-то Haproxy, где-то Kipolife. Значит, обсуждаются, почему их так много. Какие есть преимущества, какие недостатки и так далее. То есть это буквально то, чем надо вот заниматься, заниматься, тренироваться, проверять и так далее. Так, вот у меня шлюз запустился. Читаем методичку дальше. Значит, чтобы продолжить настройку нашего стенда к курсу, надо подключиться сюда логин и пароль точно такой же, как наш шлюз провайдера. Вот. И запустить. И запустить вот такой вот скрипт. Значит, на курсе Linux 2 рассказывается, как все это настраивается. Но поскольку мы с вами говорим про DevOps, то, соответственно, настройки сети и прочее здесь как бы автоматизируются. Можно сказать, что мы используем технологии автоматизации. И вот если сейчас, и нет, 6, если перезагрузить. Так, и теперь нужно, и теперь нужно как-то продолжить обучение, а именно подключиться к нашему шлюзу, чтобы начинать выполнять лабораторные работы, которые вы в курсе проходите. Значит, я большой сторонник на курсах использовать вот эту вот программу PuTTY, несмотря на то, что очень много других есть клиентов. Там и MobX Term уже упоминался и так далее. Но мне вполне хватает PuTTY для того, чтобы людей учить. Да, я здесь не буду тратить время на обзор, что лучше, что хуже. Если вы что-то такое любите, необычное, не проблема. Но я хотел показать другое. Значит, теперь я могу настроить так, как сказано в курсе. Посмотрите, да. Я могу указать профиль для подключения к моему шлюзу. Мой шлюз имеет первый IP-адрес в 15-й сети. Будет называться Gate. Сразу покажу, что я люблю. Да, я ретроград, ничего страшного. Это нормально. Вот, ну, я не такой ретроград, который, если вы не знаете VI, то я вас не возьму на работу. Вот, я вас не возьму на работу, если вам по барабану эта работа. Неинтересно, тоскливо, только бы деньги платили. Вот, а если вы возьмете NaNo и настроите, прочитаете, нагуглите, решите проблему, я вас с удовольствием возьму на работу. Так что ретроград я относительный. Там, или регулярные выражения очень важно знать. Вот, я, как человек, знающий регулярные выражения, лучше возьму человека, который знает Ansible. Так, поехали дальше. Так, поэтому системные цвета включаем. Включаем шрифт побольше, что-нибудь такое. Вот, что-нибудь такое полужирный. Вот, поэтому, поэтому, поэтому я ретроградов не люблю. Да, сам знаю я такие, да. Или ядро компилировать должен всякий инженер, да. Я, как компилировавший ядра, могу сказать, полная фигня. Так, давно не занимался этим что-то я, да, умеющий компилировать ядра. Вот, лучше с GitLab освоитесь, да. Так, хорошо, подключаюсь. Смотрите, к гейту могу подключиться. И все, у меня гейт готов. Так, осталась еще одна машина. И, можно сказать, я вас буду готов отпускать. Но еще кое-что покажу. Так, значит, где тут у нас загрузки? Тот же самый образ возьмем и импортируем. Машину назовем сервер. Сервер. Точка корпорация 15. Юн. Значит, запустим процесс импорта ее. Потому что еще раз, 70% схем на любом, вот пока никто не слышит, там под запись, да. Вот найдете вы на торренте запись, да. Там что-то интересное я или мои коллеги. Ну, я, наверное, да, я рассказываю. Стенд под мои курсы, под меня. Коллеги можете использовать что-то похожее. Вы можете просто взять, вот такой стенд собрать и, не платя мне никаких денег, научиться. Почему я этого не боюсь? Почему я так рассказываю, да, открыто? Типа найдите на торренте, там это самое, скачайте, не проблема. Да потому что то, что бесплатно найдено, скорее пройдено не будет. Я это хорошо знаю, многократно был свидетелем этого. Кстати, на сервере, как правило, надо побольше памяти. Я тут запланировал GitLab установить, чтобы хоть что-то было полезно. Ну, вот, поэтому вот увеличил количество памяти. Включен он в локальную сеть. Да, да, деньги стимулируют, именно жалко, да, именно жалко. Вот, поэтому я не боюсь, что вы на торренте найдете запись. Если вы готовы самообучаться, вам никакие курсы вообще не нужны. Берете и самообучаетесь. Это будет трудно, долго, полезно, круто и так далее. Значит, курсы позволяют ускорить этот процесс, ускорить этот процесс. Но, там, разумеется, в рот никто ничего не положит. Именно необходим преподаватель, как вот, как тренер. Вот я играю в теннис, да, можно научиться в теннис? Можно. В YouTube же есть ролики, смотрите, видеокамеру снимаете, сравниваете и так далее. Никаких проблем. Практически никто не научился без тренера хорошо играть. Потому что надо, чтобы кто-то со стороны смотрел, помогал, корректировал. То же самое вот с инженером. У меня, к сожалению, не было преподавателя, поэтому 30 лет я инженер. Каких только шишек я не набил на этом деле. Значит, было несколько таких весьма печальных примеров, да. И, значит, я был бы рад, если бы их не было. Если бы мне кто-то сказал, да, вот так делать не надо. Но, значит, это мой опыт, и я могу им поделиться. Поэтому курсы нужны. Нужны курсы. Не слушайте ни тех, кто говорит, что курсы не нужны, ни тех, кто говорит, что только на курсах. Истина, где-то посередине. Ну, ладно, хорошо. Сервер запускаю свой. Запускаю сервер. Запускаю сервер. Так, потому что еще не все, да, еще не все. Еще не все. Не все я самое главное рассказал. Еще есть что рассказать. Сейчас мы стенд доделаем. Значит, практически стенд почти готов. Стенд почти готов. Да, все делаю, как здесь написано. Адаптер 1. Подключаю Virtual Boss Host Unleather Net адаптер. 4 гигабайта. Запускаем VM. Подключаемся к VM. Логин и пароль там был точно такой же написан. Да, поэтому, ну, в курсе он, опять же, вы же были на курсе, смотрите видеозапись курса, поэтому там логины и пароли есть. Тут я не опасаюсь ни за что. Вот. Ну и, соответственно, SH нет. Сервер SH. Номер 15 стенда. Значит, для чистоты эксперимента перезагружаем машину. Вот. И пока она перезагружается, готовим профиль пути. Можно взять за основу gate, загрузить его, добавить, добавить десятый. Вот. Значит, сервер. Да, вопросы хорошие. Вижу вопросы. Прям буду отвечать обязательно. Так, сохраняю сервер. Подключаюсь к серверу. Вот. Апт апдейт. Апт апдейт. Апт апдейт. Так. 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 так и где у нас интернет вот это интересно конечно рассказывать как разворачивать стенд и столкнуться с тем что не работает интернет да да это очень хорошо ну хорошо с этой машины с этой езда нет коллеги сейчас расскажу 6 еще раз сетевой инженер начал так пинга 10 5 11 254 так интересно что-то я с шлюзом провайдера так шлюз провайдера настроить сеть сетевой мост сетевой мост так да да вопрос хорошо что задаете буду буду отвечать на него сейчас гитлаб же нам надо поставить поэтому давай запускайся с армата даже интересно почему это произошло так шлюз провайдера глючит тот который преподаватель настраивал главном получил ip адрес пуде чси пи вот он привел 1161 да интересно так но хорошо еще одну попытку сделаем еще одну попытку сделаем так настроить сеть вот так вот мы иногда не иногда вообще это не должно такого ничего делать никаких вот таких вот секретов можно можно забыть про них вот должно заработать или не заработать вот я пока расскажу на про другое значит вот допустим вы с чем-то таким бьетесь вот у нас имеются разные форматы обучения давайте пока она запускается специалист труб посмотрите вот какие форматы обучения у нас есть теперь запишите никогда не обучаетесь вот в таком формате мощное обучение секрет фирмы да значит это обучение формата вам знакомый что вы обучались в таком формате в садике в школе в институте там училище где-то там преподаватели выходят на сцену и все хором все делают единственное преимущество этого формата заключается в том что в классе может найтись там пара смелых активных учеников которые задают преподавателю вопросы и это заставляет преподавателя отвечать думаете логически как-то там обосновывать и так далее поэтому если вы попали в такой формат самое главное это спрашивайте преподавателя пусть он у меня то есть допустим вам рассказывает так чтобы вам было понятно вам было понятно самое плохое если будет как в школе или в детсадике я очень хорошо помню школу и детсадик значит что-то непонятно в школе я не понял английский на первом уроке я потом не знал английский никогда и до сих пор не знаю потому что я пропустил первые там какие-то понятия не понял и так далее и все главное чтобы было не так если вы оказались научном обучении гораздо лучше пойти на открытое обучение значит в открытом обучении я сижу рядом с вами но не рассказываю вам все на сцене как это в школе было и так далее а вы смотрите запись а я сижу рядом вы смотрите запись делаете лабораторные работы у вас что-то не получается вы тут же останавливаете запись и со мною общаясь значит этот момент разбираете дальше включаете записи дальше делаете то есть я активно помогаю вам пройти занятие ну и самая крутая ну вот она вниз а вот вот это самое круто открытое обучение самый лучший вариант потом запись остается вы идете домой а можете вообще никуда не идти быть дома получить доступ к записи собрать стенд так как я его собираю ну-ка дайте посмотреть заработал так заработал так дальше мой сервер ну это просто предыдущие эксперименты дома такого ничего не надо делать пинга да вот она все заработала аптопдейт заработал вот поэтому запомните открытое обучение самый лучший формат я рядом помогаю вам сделать все лабораторные работы если есть возможность записывайтесь на него либо либо на свободное обучение свободное обучение вы занимаетесь дома и вот вы занимаетесь дома по записи у вас что-то получается что-то не получается и например какой-нибудь случай клинический вот не получается и непонятно что делать вот вы уже три раза пересмотрели запись попробовали переделать не получается и так далее что делать я никуда не деваюсь я оказываю поддержку поскольку вы обучаетесь у нас поскольку заплатили деньги мне нужно посмотреть что же вы там делаете вы можете присылать мне Я могу на этих скриншотах что-то разглядывать, разглядеть, не разглядеть по-разному. А можно, в конце концов, если уж совсем все плохо, поступить следующим образом. Я специально написал статью для Хабра, в которой рассказывают, как мы в Бауманке заменили TeamViewer, на что мы его заменили. И вот вы можете почитать, что здесь и как. Ну и разобраться, как это работает. И чтобы я смог вам помочь, вам понадобится установить у себя на компьютере сервис ВНЦ, сервис ВНЦ, прямо как я делаю, скачать под свою версию системы, установить его. Все по дефолту, по умолчанию. Никаких паролей не устанавливать к вашей машине. Я все равно напрямую подключиться не смогу. Она же за Wi-Fi роутером, она где-то у вас в домашней сети и так далее. Поэтому просто по умолчанию все делаем. Потом мы созваниваемся, еще раз говорю, это клинический какой-то случай. И я по телефону вам говорю следующее. По телефону говорю следующее. Вот кто там хотел MOBA-экстерн, да? Преподаватель тоже пользуется MOBA-экстерном. Посмотрите, да? Не такой уж у старикан, как прикидывался. Вот я говорю. Значит, сейчас я вам продиктую цифры, их надо будет указать. А сам за это время подключаюсь. Так, и диктую цифры 45341. Вы у себя дома на домашнем компьютере, на домашнем компьютере, находите в трее вот этот вот ВНС сервер и говорите подключиться к вьюверу. Значит, это бауманская система, поэтому здесь help.bmstu.ru. И кто помнит, какой порт я там назвал, я уже забыл, какой порт назвал. Я назвал порт 45341. 45341. 45341. Так, и говорю о touch. Так, у меня, у вашего препода на экране, на экране появляется ваш экран. Вот он, вот он, ваш экран, вот он, ваш экран. Я начинаю смотреть, что вы тут делали, какие тут у вас виртуальные машины. Вот, нахожу ваш виртуалбокс, вот виртуальные машины, вот пути, смотрю, что тут у вас сделано. И говорю, да вы же не установили докер. Up, install, докер. 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 А он так. Говорю, ну вот теперь вы поставите докер, и теперь у вас все, все получится. Тайд ВНЦ древняя. Да какая разница. Все, вот видите, подключился, поправил, ничего ставить не нужно. Вот, поэтому, поэтому, поэтому спасибо авторам Тайд ВНЦ. Не такая уж она и древняя, и отлично работает. После говорю, ну все, нашли с вами проблему, до свидания. Вот, и вы, значит, можете увидеть момент, когда я подключился, отличить, да, подключился или не подключился к вам, по виду, внешнему виду вот этого значка. Вот этот вот значок, он инверсным становится, когда я подключился, и не инверсным, когда отключился. О, видите, я вам докер установил. Так, ну что, значит, мой корыстный интерес реализован. Я показал, как развернуть стенд, теперь иду и работаю девопсом. Кстати, девопс – это методология, да, и обучаться надо тоже, используя методологию девопс. Что такое методология agile, девопс, которая из этого выросла? Это постоянная адаптация к ситуации. Вот я что-то рассказываю, а вы меня слушаете, вы мне вопросы задаете. Вот я перечитаю вопросы. Так, ага, монитор, к сожалению, да, доход хороший, доход достаточный. Так, почему руководителями работают, значит, кто работает руководителями? Важный вопрос по девопсу. Значит, не хватает не только инженеров, я уже сказал, инженеров не хватает однозначно. Не хватает руководителей. Вы скажете, как же так, у нас руководителей полно, у вас полно, и у нас полно. Не хватает хороших руководителей. Хорошие руководители отличаются от плохих тем, что хорошие руководители разбираются в ситуации. Разбираются в ситуации, понимают, где узкое место, где что-то не так идет, где критическая опасность и так далее. Это большой труд, и за этот труд руководители, хорошие руководители получают еще большую зарплату. Вы, может быть, слышали такую должность скрам-менеджер. Над такими должностями иногда потешаются, но настоящий квалифицированный скрам-менеджер зарабатывает очень много, потому что проекты, которыми он занимается, выполняются. А выполнять проекты не так-то легко. Например, мы, инженеры, немножко такие типы мрачные, я вот про себя говорю, да, меня как бы иногда не нравится что-то там, какие-то идеи и так далее. И руководитель, который может меня разговаривать и выяснить, что не так и как сделать так, это очень ценные руководители. Иногда я таких встречаю. Поэтому руководители такая же сложная профессия, как инженеры. И так же, как мало хороших инженеров, так же мало хороших руководителей. Так, сис-админ, это не кейчик, принято. Про безопасников я рассказал. Вы либо должны быть круче вообще всех, либо есть шанс, что будете заниматься бумажной работой. Ну, мне кажется, не так интересно. Так, на DevOps-инженеры без минимума, без основы админки будет сложно, почти невозможно, да, Олег. Значит, либо это будет какая-то ниша, где вас прямо от края до края научат и скажут, вот больше ничего не делай. Либо DevOps-инженер – это вершина инженера, ну, системный администратор вы отвергли, да, инженера, я не знаю, как-то специалиста по Linux и программному обеспечению с Linux. Так, так, постоянно учиться, да, Docker, Ransible, да, да, и ластик наше все. Так, стандарты DevOps во всем мире одинаковые. Я думаю, что одинаковые, потому что мы активно заимствуем технологии, и ничего у нас что-то такого своего, кроме инженкса, я не знаю. А на западе инженксы используют отлично тоже, что у нас еще? У нас еще коммунигейт очень крутой, да. Так, играть надо в виртуальные машины, виртуалбоксы и так далее, согласен. Так, в МВАРе для домашних занятий. Ну, у нас теперь коллеги на территории России нету ни в МВАРе, ни в Microsoft, ничего такого нет. Значит, игры, да, если честно, то надо играть в себе, развивать какой-то азарт. Но не азарт, я имею в виду, игорный, да, азарт какой-то плохой, а хорошую такую тягу к чему-то. Так, за ссылки спасибо посмотрю. Значит, что еще, какие вопросы дайте смотреть. Так, спасибо за хорошие отзывы. Оборудование, достаточно оборудования, еще раз, машину с 8 гигабайтами годится для 50% лабораторных работ, даже, наверное, для 70, да. Поэтому, а если 16 гигабайт, то вообще ничего не мешает. Так, лучше настроить прокси, сервер и так далее. Я, кстати, наверное, вопрос этот такой. Я небольшой любитель дома какие-то сложные штуки настраивать и так далее. Значит, пользуюсь минимумом абсолютным, пользуюсь облачными сервисами, там, Яндекс и так далее. Вот, я на работе имею достаточно всяких экспириенсов, связанных с инжинсами, прокси и так далее, еще дома их настраивать неохота. Но на курсах, в лабораторных работах всего этого полно, так что, так что, встречайте, да. Так, я ретроград не согласен, ретроградов я не люблю. Так, Виам отличный продукт, его у нас тоже нету. Про деньги, да, абсолютно полезно заплатить за что-то деньги. Могу даже рассказать такую мотивирующую историю. Однажды, я уже про теннис рассказал, на корте на соседнем увидел, как тренерша кричит на клиента, кричит, натурально кричит, говорит, я вам пятый раз говорю, что вы вот это делаете не так. А он ей говорит, а если я делаю вот так у меня, она ему говорит, да вы не так делаете, вы делаете абсолютно. После тренировки я спрашиваю, Света, что это было, там что-то у тебя какой-то конфликтный товарищ. Она говорит, нет, говорит, это очень хороший товарищ. Он в первый же день занятия сказал, Света, я вам, вы чего, а он говорит, Света, вы чего молчите? У меня что, все правильно? Я вам за что деньги плачу? Вот так надо заниматься. Этот человек научится играть в теннис. Вот так надо заниматься на курсах девокс. Вот вам говорят, докер энд докер, а вы спросите, подумайте, вам понятно или нет? Что там за докер энд докер? Если непонятно, скажите, преподаватель, непонятно, к сожалению. А он скажет, я уже это объяснял. А вы скажите, ну объясните еще раз, зачем это нужно, докер энд докер? Кто это придумал, да? Какой смысл в этом обо всем? Пусть объясняет. Если вам непонятно, то это не ваша проблема. Это проблема препода. Поэтому берете и спрашиваете. Так, на каком уровне нужно знать языки программирования? Значит, если честно, то на глубоком уровне знать язык ни питон, ни голланг для девопса не нужно. Глубоко их нужно, если вы разработчик. Разработчик – это отдельная профессия. Если вы спросите, какие языки, что за докер, да, непонятно, что за докер, абсолютно верно, да. Если вы можете спросить меня, какие языки нужны девопс инженеру, то это в первую очередь баш, безусловно. И очень хорошо, если вы освоите питон или пайтон, как угодно. Значит, пайтон – это очень хорошо, баш просто must have, обязательно всем должны понимать и так далее. Поэтому вот такой мой ответ. Гоу-ланг – это уже для разработчиков. Кстати, на курсе девопс мы небольшую программу на гоу-ланге пишем, но только потому, что вам надо будет деплоить большую программу. Ну, есть вероятность, что вам надо будет деплоить большую программу на гоу-ланге. Поэтому учим не гоу-ланг, а просто смотрим, что это вообще из себя представляет и так далее. Так, да-да-да-да-да-да-да, значит, для лаба никаких особых, связанных с оборудованием, поддержек не нужно. Все абсолютно тривиально. Нужна сеть, нужен диск, нужна память. Вот, поэтому тут никакие пробросы USB не понадобятся. VirtualBox хватит за глаза. Нисколько не умаляют другие, значит, системы виртуализации. Ну, на курсах VirtualBox, везде VirtualBox, на работе ZWIRT сейчас используем, в Sphere пытаемся с нее слезть. То есть, VirtualBox для учебы, для учебы, не для продакшен. Хотя, может быть, авторы VirtualBox обиделись. Может, он и для продакшена годится, но вот так. Виндовый фейервол не понадобится. А, это вы мне пытались помочь, спасибо. Так, про обучение. Смотрите, есть три формы. Первая форма – учительница в классе. Значит, называется обычный формат. Учительница в классе. Учительница в классе – это я, еще 20 с плюсом слушателей. Кто-то уже сто раз инсталлировал Linux, кто-то увидел Linux первый раз. Училка в классе пытается научить всех. Дело так себе, но хорошие училки типа меня справляются. Но лучше в такие форматы не попадать. Поэтому есть еще два варианта. Самый крутой вариант – это открытое персональное обучение. Запомните слово «открытое», странное, персональное, логично и понятно. Открытое персональное обучение. Значит, кстати, здесь в методичке же есть, также я покажу, и на основной страничке имеется ссылка «Преимущество обучения в специалистов». Вот я здесь расскажу, да, «Преимущество», да, заодно. Значит, самый полный набор по администрированию. Ну, поскольку я автор курсов, и поскольку я 30 лет инженер Linux, то я знаю все, ну, практически все, кроме 1С. 1С не знаю, да. Вот поэтому в Linux знаю все от LS до Kubernetes со всеми остановками и так далее. И не учу всякой фигне, например, как скомпилировать ядро или горячие клавиши в BI я не учу. Это вы найдете сами без меня. Значит, или там регулярным выражением. Учу только вещам актуальным, современным, нужным. Так, форматы обучения. Очные, не нужно идти, но если попадете, не расстраивайтесь, справимся. Персональное или открытое обучение. Вот самое лучшее. Либо вообще заниматься дома, как развернуть стенд, вы теперь знаете. Значит, платите за курс гораздо меньше, занимаетесь в удобное для вас время и общаетесь с человеком, и общаетесь с преподавателем и так далее. Так, подводящие упражнения. То есть я, как человек, который 30 лет учится, понимаю, как объяснить что-то там. Что такое маска, например. Зачем маска нужна? Что такое шлюз по умолчанию? Или там, как там работает металл, лобэ, там балансировщик нагрузки. Все это я объясняю, потому что давно с этим работаем. Ну, у нас вообще в центре хорошие преподаватели, потому что очень хорошо работает обратная связь, отзывы. Если преподаватель не тянет, то с ним просто перестают иметь отношения. Так, что еще очень сильно у нас? Значит, если так вот говорить, очень часто бывает перекос в сторону теории. Вот рассказывает преподатель теорию, там, кубилет, это процесс, который занимается, и вот он рассказывает, ну, покажи, что такое кубилет, разверни что-нибудь, пусть оно заработает там и так далее. Вот, поэтому смесь теории и практики, да, зачем эта теоретическая штука, покажите, как она на практике работает. Вот, значит, записи, еще раз, за 24 часа научиться невозможно абсолютно, вот, но можно, получив порцию интереса к предмету от преподавателя, да, загоревшись и так далее. Значит, имея запись курса, развернуть стенд дома и эти интересные лабораторные работы поделать. Я уж стараюсь, чтобы они были интересны очень сильно. Мне самому интересно. Я вот сейчас, мне поставили курс Linux 3 безопасности, я буквально все свободное время от основной работы гоняю лабы из этого курса и делаю их еще интереснее, лучше и так далее. Интересно, короче. Так, поэтому вот такие вот преимущества организации стенда на личном оборудовании. Смотрю еще вопросы, ребята, давайте, пока время у нас есть. Так, да, да, открытое, значит, если с работы не отпускают, а хочется учиться, выбирайте свободное обучение. В течение месяца вы учитесь на своем оборудовании, преподаватель на связи, лабораторные работы все есть, как развернуть стенд вы знаете. Поэтому вот, наверное, такой формат лучше всего будет. Так, в институте. Тайд Венце древнее, да. Да. А Linux-то какой древний, да. У меня, я многодетный отец, хорошо помню, как своим сыновьям сказал что-то такое, да. Отцы так иногда ворчат на детей, говорят, ну что вы играете в эти игры дурацкие? Сколько можно смотреть? Это же просто отстой. Вот у вас же отец, преподаватель. Там все говорят, что хороший преподаватель. Вот вам лекции, вот вам лабы, вот вам Linux, крутая система 70-х годов. С 70-х годов. Такое старье, да. Ответ на тайт Венце древний, да. А уж Linux-то, господи. Так, можно еще раз ссылку на материалы. На материалы ссылку. Вики, Вал, ВМС, Тауру. Вот, ну, на самом деле, да. Так, пайплайн, подробно пайплайны мы изучаем на курсах. Давайте, вот эти вот, вот они наши курсы. DevOps-уровень 1 и DevOps-уровень 2. Копирую в чат ссылку на, значит, на план прохождения. Вот они, курсы, DevOps-1 и так далее. Но опять же, насколько подробно. Значит, работающие пайплайны изучаются, безусловно. Но за 24 часа изучается много чего параллельно. И изучается вот на каком уровне. Посмотрите, да. Мой конкурент написал фразу. Я вот с ним согласен на 100%. Конкурент-преподаватель другого учебного центра. Посмотрите, вот за какие курсы я бы заплатил. Как интро в технологию. Не биться с базой, а сходить и за два дня получить фундамент, познакомиться с продуктом и уже дальше биться с интересными кейсами какими-то. Не просто как развернуть Jenkins там сначала. А да, я уже развернул Jenkins. Я знаю, как написать простой пайплайн. Я знаю, как настроить хук там, который будет дергать этот пайплайн там из GitLab. А дальше биться о более интересную документацию. Поэтому, Виктор, слово подробно. Ни на каких курсах вы подробно что-то глубоко не изучите. Потому что подробно, глубоко – это уже работа на предприятии. Имейте в виду, да, если вы ожидаете, что там что-то прям такое невероятное. Ну, допустим, если вы уже с пайплайнами работаете три месяца, да, и идете на курсы узнать что-то, то рядом с вами будут сидеть люди, которые пайплайн видят в первый раз. И, конечно, препод будет ориентироваться на них. Имейте в виду, интро в технологии. Так, NextCloud, да. Ну, что, хорошо, да. Непонятно, что за докер, объясните, да. Да, вот чем отличается докер? Вот, смотрите, отличные вопросы, да, задают, да. Чем отличается? Вот наши менеджеры говорят, хотите стать DevOps'ом? Очень рады, очень востребованная профессия. Тут препод какой-то Linux 6 еще вставил. Не знаю, зачем он это сделал. Идите сразу на DevOps'а один. Вот, платите деньги, идите. Я встречаю, говорю, а про виртуализацию что-нибудь знаете? Нет, нет, я хочу стать DevOps'ом. Мне сказали, вот на первый курс иди и так далее. Потому что вот здесь как раз и рассказывается, что такое Linux-контейнеры, что такое виртуализация, KVM и так далее. И как из этого получился Kubernetes, как из этого получился докер, это логически вытекает одно из другого. Вот, а так получается, что люди сразу начинают с того, что не осмысливают. Да, зачем этот докер нужен и так далее. Так, сейчас популярны взамен CISC, и Microsoft, и Microsoft. Александр, нету достоверной информации, кто из них будет надежным партнером. И CISC, и Microsoft десятки лет нарабатывали репутацию. Я просто не хочу никого обижать и говорить, что-то плохо. Я знаю только один российский продукт, который, ну, вендорский, да, который десятилетия развивался, развивается и будет развиваться. Это коммунигейт, да, все остальные сейчас. Кто-то шильдики клеит, кто-то обои меняет, кто-то ввязался в разработку серьезно, но какого-то такого вот не могу рассказать опыта, что то, что используем, пока, конечно, уступает сильно и Microsoft, и в аэросфере и так далее. Так, интернет обязательно, репо имеется, Linux. Ну, доступ в интернет обязательно доставится, все из репозиторий внешних, да, то есть на курсах я репозитории свои не это самое. Так, в основном, та-та-та-та, 1С хлеб. Нет, я ничего плохого про 1С ни в коем случае не говорил. То, что я его не знаю, это не значит, что он плох. Ни в коем случае это целая, мне кажется, вселенная, и если человек знает хорошо 1С, это будет очень востребованный человек. Так, честно говоря, из преподавателей небольшая утечка за картон, мы же русскоязычные люди, да, поэтому нам это самое, нам невозможно. Мы русскоязычные люди, поэтому нам трудно преподавать за границей, вот, ну, как инженеры, да. Нравится мандатный доступ? Ну, вы безопасник, да, тогда еще раз только уберегитесь, пожалуйста, от скучной бумажной работы, потому что, потому что ее там полно, да. Так, да, подробно, хорошо, по 12 часов. Микроэлектроники. Мы не будем с вами дискутировать, насколько мы отстаем в микроэлектронике. Китай еще 30 лет назад там у них еды не хватало, да, а теперь это ведущая держава, так что, в принципе, ничего не мешает и нам, нам. Но чего нам не хватает? Нам не хватает энтузиазма. Ничего нельзя делать с унылым видом. Не учиться, не преподавать, не работать. Значит, где брать эту мотивацию? Думайте. Я лично сконвертировал любовь к компьютерным играм. Я очень любил компьютерные игры, играл в них и даже писал их на Assembler в школе, потому что училка не давала готовить, работать, играть в готовые, да. И вот эта вот мотивация, я ее просто конвертировал в работу вот инженером. Я продолжаю играть в игры компьютерные, мне за это платят. Вот, поэтому мой кейс такой, попробуйте, значит, что-то такое найти весело, с энтузиазмом. Если что-то не получается, то это, конечно, не радует. Есть поводы для огорчения, да, не получается. Но надо просто включать, включать такой режим, знаете, как такое упорство. Говорит, я все равно разберусь, почему ты, зараза, не работаешь. Вот сдавайся, все равно разберусь. Нагуглю, найду, пойму-ка сформулировать запрос, чтобы найти и так далее. Значит, если интересно, что за любовь у меня была в школе, это был Певмагат. Певмагат – это российский клон, советский клон Apple II. Игры там были очень крутые. Я писал, конечно, попроще, но тоже хорошие игры. Могу даже похвастаться. Так что, если любите играть в компьютерные игры, это очень может вас поспособствовать. Поспособствовать, поэтому играйте. Вот я нашел, спектру мне нашел, нашел эмулятор своего, своего, собственно, компьютера, который был в школе. Вот, и, собственно, здесь где-то был диск с играми. Да, диск с играми. Господи. Вот. И. Вот. Ну и, собственно, моя игра. Так. О, вот такая была игра. Вот, это моя игра. Как сейчас помню. На ассемблере вот этих тварей надо давить. Ну, а если не любите компьютерные игры, то еще раз найдите что-нибудь, что вас будет вдохновлять. О, прошел первый уровень. Так, коллеги, на этом все. Спасибо большое. Значит, кто там живой остался, очень рад. Потому что преподавателю, конечно, напишите плюсик, если было интересно. Вот. Я, значит, я призываю вас становиться профессиональными девопсами, потому что это очень нужно рынку. Позарез, не хватает инженеров. И ваше время, ваши силы, ваша кровь, пот и слезы, они абсолютно конвертируются. Абсолютно конвертируются. Значит, надо найти в себе страсть к этому делу. Потому что если страсти нету, то все это очень сложно. Почему нет инженеров? Да потому что это все очень сложно. Потому что куча нюансов, куча технологий сменяют друг друга, постоянно учиться. Ищите мотивацию, загораетесь. Значит, я на курсах стараюсь именно вот это сделать. Сказать, круто, смотрите, это же улет. Бабах, нам атаку делаем, тут блокируется. Тут, значит, ну, короче, стараюсь сделать интересно. Так что спасибо. Спасибо. Останавливаю запись тогда. И буду рад видеть вас на наших курсах. Субтитры сделал DimaTorzok